Если у вас есть желание что-то услышать о начале евангельского движения в Сибири, то вы можете спросить, я отвечу, что знаю. Потому что я сейчас пришел в Киев, уже пятый год, это, наверное, большая книга получит. Потому что я уже в сегодняшний день примерно 450 страниц написал и дошел к началу 20-х годов, я не знаю, может быть, на тома как-то, как придется спросить. Оказалось, очень интересно, работали не меньше 10 архивов, где оказались интересные, уникальные сведения. Многие из них ранее неизвестны. Вот о том, как началось наше евангельское движение, евангельских христиан-баптистов, евангельских христиан-баптистов, минонитов, праздников минонитов прежде всего, немецких-баптистов, вот так или иначе, об этом говорили. Есть интерес что-то об этом услышать? Кто из Сибири, поднимите, пожалуйста, руку. Константин, может, ты немножко о себе расскажешь сначала, чтобы как-то... Раб Божика расстричит. Ну да, о себе. Это сейчас Афристиан, только всей Сибири или только Омской области? Ну, в основном, да, в Омской области мы захватываем западную Сибирь. Вот куда ездили наши благовестники, это включает себя, кроме Омской области, это северный Казахстан, западный, восточный Казахстан, Оренбургская область, вот там, где Новосибирск, и немножечко, ну, не дальше Новосибирск, вот этот регион. И так, и тем не менее, даже вот этот регион, огромное количество документов, очень интересных свидетельств, узнали, что были свои писатели, к сожалению, многие незаслуженно забытые, свои поэты, свои художники были среди верующих, свои герои, многие также забытые, свои предатели, к сожалению, такое, получили разрешение, работают в архиве, где дела репрессированы, и вот теперь открыли 37-38 год, сейчас уже больше даже открыто, и дела настоящих мучеников, вот они вот такие тонкие, как правило, а других вот, наоборот, толстые. И теперь, ну, мы не будем открывать какие-то там, я думаю, имена, мы не знаем, как вы выбили себя в тех условиях, в тех коней, но вот те, кто проявили действительно великое мужество, и преодолели все, и потерпели мученичество, как Христа, я думаю, вот этих людей, имена, они должны быть известны, и слава Богу, нам многие известны. И даже о некоторых, не сохранились фотографии, а вот те люди, которые их пытали, как нели, они фотографировали, и смотрят, вот что, что здесь сказать. Божия промысел, и через вот горе, через слезы, через страдания, но все равно правда Божия торжествует, и даже сохранились лица, изображения этих наших святых мужей, и сестер, и сестры, даже экрегрессированы, и даже восприняты были за веру Бога. Не только братья Польши, но и сестры тоже страдают. Если просто несколько слов сказать, существуют определенные неправильные представления, как верующие оказались в Сибири, некоторые думают, что их там только ссылали. Вот когда стали мы устремлять документы, то оказалось, что в большинстве случаев мы добровольно приехали. И, ну, был какой-то процент софт с их раздавлевым. А добровольно приехали, потому что такие законы в конце 19 века издали Российские империи, которые стимулировали переезд в восточную часть империи, освоение Сибири и Дальнего Востока. И либо за безценок раздавали землю в аренду, либо покупать, но тоже можно было бы очень низкой цены. И перевозить выделялись по низким тарифам, копеечным тарифам, вагоны, в которых можно было перевозить, переезжать не только люди, но и домашние ускорки, в таких вот текушках. Переезжали. И для тех, у кого не было земли, или которые бедствовали в европейской части России, на Украине, Беларуси, многие люди добровольно, охотно поехали. И таким образом множество верующих людей оказалось в Сибири. То есть, может быть, не более 1% тех, кто были созданы туда, завернули. Вот расстояние между, я по Западной Сибири в основном исследовали документы, расстояние между территорией между Питропавловцем, знаете, в Северном Витархостадов, и Омск, вот это самая благоусто поселенная территория как раз евангельскими общинами. Там очень много минолитров поселилось, переехавшихся с Украины. И там очень много поселилось баптистов, русских, евангельских, евангельских, христиан, прохановцев. И вот вдоль железной дороги поселились по берегам реки. Там, и Петропавловской, это решили, у нас Омь и Ирдыш. Вот там были самые многочисленные поселения. Очень интересным открытием было для нас, что множество новых каких-то видов трудовой деятельности появилось в Севере, когда туда переехали первые училии. Например, Гавриил Иванович Мазаев, которого я уже неоднократно сегодня вспоминал, наш выдающийся служитель, который в Омске настолько большую церковь построил, что до сих пор она является центральным молитвенным домом, хотя и три раза у нас его забирали, но вернули и до сих пор является центральным нашим молитвенным домом по Западной Севере. Гавриил Иванович Мазаев привез туда овец в Севере, тонко румных. Это более нежные такие овцы, по сравнению с киргийскими, казахскими. У них очень качественная взлет шерсты, очень качественная получалась ткань. И сначала перевезли небольшое количество овец, они благополучно перезимировали и построили такие домики, кошары, как мы называемые, там сено, зефлили и никакие овцы почти не погибли, то есть очень хорошая была такая румятость. И тогда потом тысячи овец перевезли на эти новые земли в Северский и там написано, что сектанты стали дионерами тонко румного овцеводства. Также построили многие мельницы в Москве, представьте, у Боксистова был свой пароход в такой открытии сзал. Много-много было, партные были свои, там вот такие вот мельники, мастеровые, очень много работало верующих людей на железной дороге, на Овской железной дороге. Они же, там были и книгоможни, вот те, те, кто работали на клуб, дорогая, они брали с собой книги священного писания и распространялись среди тех людей, которые путешествовали на поездах. Очень много интересного удалось узнать. В 1905 году, например, когда первая русская революция началась и получили долгожданную походу ведущие люди в Российской империи, то братья решили построить этот дом, наш в Омске огромный. Вот это бывало в Омском молитвенном доме? Бывало, да? Хорошо, прекрасно. Вот этот дом заложили в 1905 году как раз на волне этих настроений, что свобода, и думали, что всегда будет свобода. Ну, может быть, не думали, но с надеждой в будущее, с верой в будущее заложили такой большой дом. Хотя тогда Омская община не такая большая была. Большинство верующих, в том числе и ненамитов, проживали по селу, там, Чумаевка, возле Омска. Интересно, что из чумаевских верующих у чумаевских верующих был настолько хороший исход, что в 1911 году была международная сельскохозяйственная выставка в Омске, и среди победителей были прадские ненамиты, и исход Горрила Мазаева, Горрила Мазаева, Горрила Мазаева, победителей и некоторых других верующих. И среди Малакана тоже было много победителей. То есть насколько хорошо взялись за дело, настолько были друголюбивые, успешные, по благодать и велосипедности Божьей нашей верующей, что унесли вот такой заветный вклад в построение Сибири. И про молитвные дома хочу несколько слов сказать. В 1905 году вы заложили этот большой дом молитвой в 1905 году. В 1905 году Вот он, хотя ваше, в каком 1906 дом построить, да? В 1905. В 1905. Он довольно велик, но вот в 1907 году закончили строительство. Вот он, наверное, примерно так тоже, если взять ваше все помещения, которые пристроены. Представьте, сколько нужно было верой, верить, чтобы такой дом в 1907 году больше построить. и очень интересно было узнать о том, как собирали, пожертвовали средства на это дом. Вы можете рассказать, как это делали вы. А вот наши предшествия здесь делали следующим образом. Когда переселенцы, всегда денег не хватает. Все приезжают на доме леса. И чтобы начать дело, всем нужны эти капиталы. И вот как быть, как... А молитвные дома строили. Еще даже живя землянках, если все посмотреть, сами жили землянки. Первый большой дом, который там на людей не дом. Так вы вообще не поступали в то время. И вот в Омске у нас так этот вопрос обрешился. Говорил Иванович Мазаев, самый богатый человек, он был миллионером в царских рублях, жил не для себя. Я на нем писал такую статью жизнеописание, кратное жизнеописание говорил Иванович Мазаеву. Назвал такой древний такой главный фрон, и герой христиан назван «Какой богач спаселся». И вот я думаю, что такое отношение к собственности оно очень характерно для особой божьих праниров. Так вот, говорил Иванович Мазаев, когда посчитали, сколько будет стоить молитвенный Толковский, большой, тот, который какого размера хотел, приблизительно как ваш, со всеми пристройками, подсобными помещениями, то ценам того времени приблизительно 30 тысяч рублей получился. царских рублей, это когда у коровы можно 10-15 рублей, ложа примерно сколько же стоила до 20 рублей, в присаде в это время 30 тысяч рублей. И трудно было найти такие деньги, и тогда Мазаев сказал следующее, он мог полностью один это построить, и по традиции у нас всегда писалось везде, что Мазаев построил неюхомские полиции, а когда получили доступ в архивы документов оказалось еще интересным, оказалось следующее, Герой Луанч Маграй сказал, я пожертвую эти деньги, всю сумму сейчас, но из них половину я жертвую для Бога, мне их не нужно возвращать, а половину я не хочу, чтобы и вы лишили благословения Божьих. То есть не из-за того, что он там как-то жадничает, а для того, чтобы все участвовали в деле Божьих, ну я по этому мысль Мазаева пытаюсь подумать, а то я все благословения заберусь и вы останетесь из благословения, и половину, много лет ему возвращали по мере возможностей люди, но может быть даже не все вернули, потому что последнее упоминание было у нас есть в 1419 году, а тут был 1505-17 год, что еще, ну неплохо было бы, Гаврии Иванович раньше говорили, Гаврии Иванович еще что-то вернуть, может быть все равно, но все равно участвовали, по мере сил участвовали в такой прекрасный благосостоянный дом, и он стал царем, почему я так концентрируюсь на Омске, на этом молитвенном доме, потому что он сразу же стал союзным молитвенным домом, и от Урана, от Уральских Гур, и до Дальнего Востока, вот это был Омский, Сибирский союз баптистов, а немецкие баптисты присоединились, потом также пошли в этот союз, уже в 20-е годы, евангельские, братские геномиты очень активно участвовали, не были членами союза, но очень активно участвовали, множество свидетельств о том, как посещали друг друга, проповедовали на русском, на немецком языках, и пение настолько слабилось, хора еще наевки, что постоянно везде упоминается в наших исторических источках. Но, говорить я, поскольку я написал 4-5-5-3-й, как вы понимаете, я могу говорить много часов, у нас время практически есть его, если вы желаете что-то спросить или сказать, напоследок, пожалуйста, потом мы вам это все. А, книгу, да? Если вы желаете больше сказать, у нас нет больше внимания, у нас нет возможности больше сказать сегодня. Вот есть такая книга, «Подвиг веры». Я являюсь редактором, этой книге составительным и редактором. Здесь несколько десятков интервью с нашими очень известными служителями праздников и русских христиан-баптистов. Среди них я упомянул, например, Северюк, может быть, вы знаете, да? Есть Алешка-баптист. Кто-нибудь читал? Наверняка читали. Солженицын «Отень день» Ивана Денисовича. Он там описывает Алешку-баптиста положительно. Это был первый пример советской литературе, когда что-то положительное сказали, и не что-то, а действительно положительное сказали об аптисте. Нашли мы человека, который стал прототипом Алешки-баптиста в рассказе с Алешки-баптистом. Потому что там все узнаваемые лица. И взяли интервью, и здесь среди нескольких десятков других интервью есть интервью с этим человеком. У нас там небольшое количество книг, срывоем, детских, которые вы продаваете. Вот можно и будет приобрести после окончания нашего служебного. Спасибо. Брат, вопрос. Пожалуйста. Я пролистал немного и наткнулся на Юрия Константиновича Кричкова. Что-то тебе Брат, это Геннадий Константинович, что-то тебе ведомо их отношения или вообще? Мы брали у него интервью очень большое, здесь только кусочек в вашем. Самый добрый у меня остались о нем воспоминания. Это родной брат, Геннадий Константинович. Смиренный, открытый брат, он написал несколько книг, подарил нам далеко стучины, такие христиане, как он. Но он был не отделенник, нет? Нет, он был тоже. Был тоже? Да, он тоже был отделенник, но вот он не был знаменитым. Да, да, и вот через него сохранились многие подробности, которые не сохранились через других источников, а начали этого движения. Но здесь как бы мы не смотрели на те, какому движению мы движим. Здесь и регистрировано, и не ингридистрировано. Есть даже так называемые чистые, полчистые. Хорошо. и из минонистского контекста также. Так что в принципе нужно пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо.